Игумен Дионисий Шленов Доцент Московской Духовной Академии Кандидат Богословия Какое место уделено человеческой свободе в богословском синтезе преподобного Максима? Это достаточно сложный вопрос, поскольку при ответе на него требуется учитывать то тонкое различие между свободой человечества Христа и свободой обычного человека, сформулированной преподобным Максимом по ленике с монофилистом. Как правило, внимание исследователей сосредоточилось на этом, более богословском вопросе, в то время как второй о свободе как преодолении страстей является тоже важным, однако, быть может, менее заметным лейтмотивом у преподобного Максима. Для ответа на этот вопрос в докладе рассматривается значение терминов «самовласть» и «самовластная» и «свобода» и «свободно освобождать» в доступном корпусе сочинения преподобного Максима по ТЛГ онлайн, то есть в половине сочинения преподобного Максима. Поскольку менее доступное сочинение не рассматривается, выводы носят пока что предварительный характер. Термин «самовластье» в рассмотренном корпусе встречается один раз в вопрос-ответах Фаласию, а «самовластная» — три раза в недоумениях и вопросах. А слово «свобода» или «фери» его производное, обозначающее как состояние свободы, так и процесс освобождения, встречается 75 раз во всем вышеуказанном корпусе, но чаще всего в главах о любви. Первая нить — «Автексусиотис автексусион». В 63-м вопрос-ответе к Фаласию, где единственный раз встречается именная форма «автексусиотис», при толковании слов «изожегший свечу, не ставив ее под сосудом на нас подсвечник и светит всем в доме», преподобный Максим понимает, подсвечая богослово, под подсвечником душу, умную, разумную, нетленную, бессмертную, наделенную даром самовластия, под сосудом земное мудрование плоти. В двух других местах преподобный Максим говорит о самовластной воле, то «Автексусион фелиума», и о самовластном мнении, гноме, при помощи которых человек должен верить в себя Богу и вступить на путь доброделывания. Во втором из этих фрагментов, в «Асционусе дубе 3.1», самовластие, наряду с автодеспотом, обозначает постоянную черту образа Божия в человеке, что отражает сущность Божия. И в то же самое время ниже самовластной энергии и самовластной именуются человеческие избирательные воли, ответственные за достижение подобия, что соответствует божественной энергии. Таким образом, сейчас я обозначил, по сути дела, два самые яркие места в доступном корпусе у преподобного Максима о самовластие. Но чтобы понять эти места, необходим контекст. А контекст нам дает греческая литература, как светская, так и богословская. В греческой светской литературе самовласть и его широкий спектр значений, включая free agency по сафоклису, автономное поведение. Особенно часто термин используется в императорском законодательстве. По характерному определению из псевдозонары «закон узда самовластия». Но прежде всего это синоним свободы, как самого лучшего из благ или даже того, что выше свободы. Самовласть неоднократно выступает как антипод природной необходимости, наряду с понятием «добровольное». В греческо-христианской литературе термин «самовласть» и «самовластный», унаследован над античности, получает новые смыслы, обусловленные принципиально новым видением человека и его отношения к Богу и миру. Так преподобный Симеон Новый Богослов, раскрывая мысль об освобождении человеческого рода от демонической власти, пишет о самовластие как неподвластности другого. В более строгом смысле слова это характерная черта образа Божия, а также самовласть и ничто иное, как воля, по определению преподобного Иоанна Дамаскина. Но возникает вопрос, что такое самовластье? Нейтральная способность человека, способного в равной мере на добро и зло, или оно, как Божий дар, и в этом случае по преимуществу настроено на добро? Имеется два варианта ответа. Первый, более стандартный вариант, заключается в том, что самовласть и как свобода выбора может тяготеть как к добру, так и к злу. Второй, строящийся с учетом того, что зло как таковое антологически не существует, акцентирует внимание на том, что самовласть и как свобода выбора дана Богом, и как таковая прежде всего устремлена к добру. Возможность обращения человека к злу не исключается, но она оказывается при этом не полноценной нормой, а только исключением из правила, событием, которое происходит из неразумия человека и в силу упущения Божия. Это ценный дар, хотя и ни во что вмененный впавшим во грех человеком, и одновременно действенный залог спасения и возвращения людей из греховного состояния. Человек в силу того, что обладает самовластьем, может надеяться на милость и пощаду со стороны Бога. Как соотносится свобода с самовластьем? С учетом значения, которое приводится в современном словаре Лиддова Джонса Скотта, это free view или free choice, почти что синонимы со свободой. Тем не менее, разница достаточно очевидна. Самовласть – это существенно более узкое понятие, предполагающее прежде всего человеческую волю, а свобода шире. Если посмотреть на свободу по преподобному Максиму, то можно выделить восемь типов человеческой свободы, достаточно условно. Первая – это свобода первозданного Адама в раю. Вторая – это та малая свобода или отсутствие свободы, что происходит с человеком после грехопадения. Третья – это свобода в силу пришествия второго Адама Христа, упразднившего рукописание первого Адама. Четвертая свобода – это свобода человека после вступления в Церковь Христову через крещение или покаяние. И, наконец, есть еще более аскетические типы свободы, а именно свобода послушника или новоначальника в процессе аскетической брани, свобода от страстей после преодоления первого этапа подвижнической жизни, деятельного любомудрия и вступления во второй этап созерцания, свобода от того, кто от природного созерцания перешел к умопостигаемому созерцанию. Таким образом, первый переход – это переход от практики философии к феории. Второй же переход – это переход от низшей степени феории к высшей степени феории. И, наконец, это свобода святых в Царстве Небесном и в его преддверии на Земле. Святые благородно исполнили путь настоящей жизни, освободив в себе природу от осуждения смерти за грех. Вышеприведенные типы в целом соотносятся с идеей духовного возрастания человека, сформулированной в 10-м вопрос-ответе преподобного Максима Кфаласию, где указываются три типа подвижников. Первый тип подвижников – это ифавумени тонфион, второй тип – это ипрокоптантес преуспевающие, и, наконец, третий вид – это ителия совершенная. Теперь хочется сказать о следующем. Во-первых, во всех этих этапах, конечно, в каких-то больше, в каких-то меньше, но особенно в последних четырех прослеживается общая идея – свободы как освобождение от страстей. Эта общая идея заключается в отказе от зла, в следовании добру. Это является самостоятельным и одновременно синергийным усилием, который должен применить человек, чтобы приложить к тому, что ему дано как сотворенному по образу Божию, то, что он должен достичь по подобию. Таким образом, борьба со страстями является тем общим полем, выход из которого характеризуется как свобода, совершенная в случае решительной победы, соответствующей четвертому бесстрастию у преподобного Максима Исповедника, или частичная в случае победы промежуточной. В сотницах о любви около десяти раз используется глагол или ферой, или феруси, или феруты, для того, чтобы передать, как та или иная добродетель освобождает от той или иной страсти. Освобождается от всякой страсти, становится участником божественной любви и знаний, и так далее, и так далее, и так далее. А в подвижническом слове глаголом «освобождаемся» подчеркивается состояние преодоления страстей бесчестия и всякого неведения, каждому из которых предшествует озарение, световведение и просвещение славы Божией. Хотя данные описания, особенно последние, могут соответствовать и более высоким этапам, в целом они более всего соответствуют пятому этапу сознательного пребывания христианина в церкви, монаха в монастыре или подвижника в состоянии духовной брани, которая оказывается постоянным, поэтапным освобождением от страстей. Но самые драгоценные в наследии преподобного Максима это шестой и седьмой типы свободы. Свобода, как преддверие созерцания. Это свобода созерцателя, подлинного богослова, свобода подвижника, достигшего святости и состояния бесстрастия, когда он уже готов пользоваться невещественными и драгоценными плодами тех бесконечных подвигов, которые он совершил и, возможно, продолжает совершать. Этот переход описывается им, преподобным Максимом, при помощи разных мыслей и образов, которые так или иначе подчеркивают, как необходимое избавление от всего греховного делом, словом, помышлением. В толковании на экклесиаст ублажается страна, владыка которой, освободившись от рабства страстей, икси, это тис энхарити или феррес генесилос. Даже без рассмотрения более широкого контекста, совершенно очевидно, что в данном месте страна – это человек, хора. Владыка – деспотис, душа человека. А свободное бытие – это вовсе не путь к свободе. И не краткосрочное наслаждение свободы, а состояние освобождения, наступившее после длительной борьбы со страстями. Второй пример. В тайноводстве созерцатель таинственных смыслов литургии призывается вступить в природное созерцание свободно от всякого смятения. Но его не будем анализировать, и перейдем к самому существенному третьему примеру, когда в 55-м вопросе, ответив Фавасию, говорится о том, что после шести лет деятельного любомудрия наступает седьмой год духовного, в который подвижники вступают с навыком бесстрастия. Будучи свободными, они освобождаются для духовного созерцания. Сходная мысль, но уже без экзигеза, содержится в другом вопросе-отвесе, где подвижники после исполнения этапа деятельного любомудрия, очистившись, освободившись от всякой скверны, обращают умный взор души от засущих. И, наконец, далее, в 55-м вопросе-ответе, созерцатель ум отпускает на свободу порабощенных ему ради делания добродетелей гнев и похотения после того, как закон природы будет совершенно позжим законом духа. Таким образом, свобода от страсти или бесстрастия, а также свобода от материи является основополагающим постулатом, но свобода от материи не в прямом, а в особом смысле у преподобного Максима, является основополагающим постулатом для достижения высшего этапа подвижнической жизни, одухотворенного созерцания мира и его логосов и еще более высокого созерцания Бога и таинственных реалий небесного царствия. Данная свобода практически исключает свободу выбора между добром и злом не в силу обезличивания подвижника, а в силу того великого подвига по избежанию зра, который предшествовал достижению этой свободы. Именно применительно к этой свободе меняется, а вернее восстанавливается изначальное значение самовластия как подлинной свободу выбора, устремленной к исполнению божественной воли.